Братья и сестры, слава нашему Господу! В воскресный день мы в служении в Доме Божьем, готовы слышать Слово Божие, принимать его в свое сердце, и пусть Бог благословит нас. Я хочу сказать, поделиться коротко словом к молитве, помолиться вместе с вами нашему Богу. Я бы просил, чтобы Бог благословил нас, благословил наше сердце, чтобы нам услышать, что Он хочет сказать. И помоги, Боже, нам всем принять это Слово и порассуждать над Ним. Послание Евангелия от Иоанна, 10 глава, хочу зачитать пару стихов. 10 глава, с 1 по 4 стих, я зачитаю о добром пастыре. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овца. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. Когда-то было два человека, которые учились в одной школе, и спустя много-много времени они выросли, стали взрослыми людьми, один из них стал актером, а другой стал служителем церкви. И так получилось, что они имели какой-то праздник, и тот актер вспомнил о своем школьном друге и пригласил его на свой вечер, где они праздновали. И все люди, которые собрались там, знали, что этот человек, что этот актер очень известный, очень способный, и они просили его, чтобы он что-то рассказал, ну, так продекламировал перед всеми. И тот, видя своего школьного друга и зная, что он пастор, решил процитировать 22-й псалом. «Господь пастор мой». И когда он закончил его, то все стали аплодировать и восхищались, как красиво и как торжественно рассказал он этот псалом. После этого дали возможность пастору сказать слово, и тот, вставший тот же самый псалом, прочитал. И после этого воцарилась тишина, пауза, а этот актер, его бывший друг, встал и сказал, «Я прочитал псалом о пасторе, а вот этот человек знает этого пастора». И оно поразило всех присутствующих на том месте. Братья и сестры, мы много знаем о нашем пасторе, но важно знать его самого. Важно быть его овцой, в его стаде находиться, знать его голос, знать, что он говорит к нам, к чему он нас ведет, к чему он нас побуждает. И на протяжении Библии, когда мы читаем, мы очень много видим, как действительно Бог сравнивает себя, как пастора, а свой народ, как овец, которых он ведет. И важно, чтобы всякий человек, всякий верующий в Бога, знал о своем Боге, как о добром пасторе, который печется о нас. И вы знаете, когда я читал книгу «Деяния святых апостолов», я хочу тоже зачитать эти стихи, меня остановили на мысли некоторые высказывания, которые тут есть. Деяние 18 глава, с 9 по 11 стихи. 18 глава, с 9 по 11 стихи. Господь же в видении ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там год и шесть месяцев, получая их Слову Божьему. Братья и сестры, апостол Павел пришел в город Каринф. Это город в Греции современный. И он проповедовал, зайдя в синагогу, проповедовал Слово Божие, но много людей не восприняли это Слово. И тогда Павел говорит, что «Отныне я иду к язычникам». И когда он вышел из этой синагоги, за ним последовали несколько человек во главе с начальником синагоги, который покаялся, принял Иисуса Христа. И таким образом апостол Павел как бы отошел от синагоги, начал новое служение. И вот в этот момент Господь является ему во сне и говорит «Павел, не бойся, у меня в этом городе много людей». Братья и сестры, Бог – это пастор, и верующие в Него люди – это овцы. Небесный пастор увидел в городе Каринфе много людей, которые должны стать его овцами. Они еще не пришли к Богу. Они еще ничего не знали, но они были в этом городе. Они ходили среди улиц этого города. Они занимались своими самыми грязными делами, какие только вообще можно уму-разуму нашему представить. Потому что даже дальше в послании Каринфина апостол Павел описывает, что они были и пьяницами, и были блудниками, и были всякими развращенцами, какие только были, но вы очистились, но вы омылись кровью Иисуса Христа и стали верующими людьми. Действительно, Бог их спас. Через проповедь братьев, через проповедь апостола Павла, Тимофея и других, которые были на тот момент там, которые приезжали, поддерживали, помогали и благословляли этих людей, они стали верующими. А до этого они были, как все, неверующие люди, не знающие Бога, ходящие своими путями, но Бог видел в них своих овец. У меня в этом городе много людей. У меня. Бог назвал уже их своими. Бог видел их не сердце, Он знал наперед, что это люди, которые придут к Нему, которые отзовутся на Его призыв, покаются, примут Христа в свое сердце. Но вы знаете, когда читаешь послание Коринфянам и первое, второе, поражаешься, насколько эта церковь, она была в трудном моменте, насколько люди были еще несовершенны. И каждый из нас, читая об этом, берет для себя уроки. И уже спустя сотни и тысячи лет мы сегодня читаем, и мы учим друг друга, чтобы нам так не поступать. А у них это было. Если даже коротко перечислить некоторые из этих вещей, говорится о разделениях, которые были внутри. Многие люди называли себя «мы ученики апостола Павла, мы вот такие, мы вот так хотим поступать». А другие говорили «мы не хотим с вами ничего общего иметь, мы ученики Аполлоса». А кто-то Петра говорил, а кто-то еще более смел, а мы христовые ученики. И эти группы между собой, и церковь-то не была сильно большая, но вместе с тем они делились между собою, превозвышались одним над другим. В этой церкви был грех блудодеяния, которое апостол Павел описывает, что даже у язычников такого нет, он говорит, что у вас есть человек, который имеет себе жену отца своего, и это так не должно быть, и он строго обличает их, очень строго. И он не боится этого, говорит, как вы хотите, чтобы я к вам пришел, с жезлом или с милостью? Вы неправильно поступаете. В этой церкви люди верующие, которые знают Иисуса Христа, которые получили спасение, воистину приняли Бога в свое сердце, они ссорились между собою, и шли потом к неверующим, к нечестивым судьям, и искали у них правды. И апостол Павел опять строго обличает, и говорит, друзья, разве среди вас нету людей разумных, которые могли бы рассудить, что же вы делаете, зачем вы позорите Церковь Божию, вообще свое звание христианское? Это было все в одной церкви. В одной церкви. Во время вечерей, когда производили вечерю, люди уничижали друг друга. Кто-то приносил много, и он объедался и съедал ту пищу, которую они имели на той вечере, а другой уходил голодный. И снова апостол Павел пишет, братья мои, сестры мои, нельзя так поступать. Мы верующие люди. У нас должны быть намного выше моральной ценности и качества. Неужели мы так должны жить и так поступать? Нет. Пожалуйста, удаляйтесь от этого. В этой церкви были люди, которые достаточно хорошо познали Христа и знали, что с Христом мы свободны делать все. Они даже знали, что идолы жертвенные мяса, их можно кушать без всяких проблем. Господь очистил это все. Я свободен. Но другие люди не знали этого или для них было не открыто. И между ними получалось разногласие. И те как бы превозносились над этими, которые не понимали этого всего, для которых было еще не открытие эти моменты. А те уже так свободно вели себя, даже правильно понимая, и то оно приводило к каким-то разногласиям. Люди превозносились над другими. Братья и сестры, в этой церкви, наверное, одно из самых известных, о котором сегодня говорится, имели люди многие дарования Духа Святого. Они имели пророчества, они имели языки и многие другие дары, о которых описывается в этом же послании. Но Павел говорит, а если ты любви не имеешь, то ты месть звенящая, кимвал звучащий. Это он им говорит, им, коринфианам. При всем обогащении духовном, которое они имели, они превозносились. Они не имели любви в своем сердце. Наверное, если бы сегодня нас отправить в эту церковь, наверное, мы бы ужаснулись, увидев все это. Но это правда, так записано. И Бог сказал обо всем этом. Он не скрыл этого, не утаил это все. Оно осталось и есть для нас до сего дня в Писании, показывает, что в этой церкви было это все. Тяжкие преступления, непонимание, превозношение один на другим, любви не хватает и так далее, и так далее. Это только короткий перечень я перечислил, а если читать досконально, детально, мы увидим много вещей, которые были там неугодны Богу. Неугодны Богу. И вместе с тем, когда апостол Павел писал это послание, писал это письмо с коринфианом в этом городе, где он провел один год и шесть месяцев, он проповедовал там каждый день. Он с этими людьми ел, спал, ходил, работал и каждый раз объяснял, растолковывал. И потом ему пришлось уехать в другое место. И вот спустя вот такое состояние церкви, но он пишет им и начинает свое послание для церкви Божьей, 1 глава, 1 стих, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте у них и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас. До конца, чтобы вам быть неповинными в день, Господа нашего Иисуса Христа». Вот так начинает свое письмо апостол Павел. Он смотрит на эту церковь, он знает обо всех ее проблемах, и его сердце разрывается. Он говорит, я родил вас, я вас поднял, я научил вас, я передал вам все Слово, и Бог через это Слово вас поднял и сделал сильными. Он был верный, и вы имеете все, но его сердце разрывается. Он понимает, что они не туда и пошли, они падают один за другим, совершая свои ошибки, и порой роковые ошибки. Но он пишет к ним, как к своим возлюбленным детям. Он пишет к ним, как к своей церкви, как к братьям и сестрам. Он радуется вместе с ними, что они познали Христа. Я не вижу в нем какого-то, знаете, пренебрежения. Я не вижу, чтобы он отверг эту церковь. Я не вижу, чтобы в его сердце было какое-то, знаете, презрение к этим людям. Абсолютно нет. Наоборот, любовь, открытое сердце, желание помочь, поддержать, поправить, потому что грехи были тяжкие. Но его сердце было с ними. Он говорит, я скоро приду к вам, только не хочу прийти на короткое время. Приду, хочу побыть с вами, быть рядом с вами. Он просит Аполлоса. Аполлос, пойди туда, пожалуйста, пойди, послужи там людям. Аполлос говорит, я прямо сейчас не могу, но чуть попозже схожу. Он посылает других. Он переживает за эту церковь. И его сердце болит за этих людей. И вы знаете, братья и сестры, когда мы читаем все эти моменты, и я вспоминаю об этом слове, которое Бог сказал, у меня в этом городе много людей. Бог говорит, у меня много людей. Бог говорит, это мои люди. Это мои люди. Ты, апостол Павел, ты только служитель. Ты только их организовал и поднял, и научил, первые азы им дал. А я, Бог, который наблюдаю над ними, это мои люди. Это мои овцы, скажет пастор, Божий пастор, небесный пастор. Он скажет об этой церкви, это мои овцы, это моя паства, это мои люди. И вы знаете, братья и сестры, читая все это, рассуждая об этом, еще больше и больше поражаешься, насколько сильна и велика Божья любовь к нам. Как Бог сумел вложить эту любовь к своим служителям, апостолу Павлу, другим, Тимофею и так далее. Как Бог сам, самим собою проявляет свою любовь к своим детям. Сегодня мы с вами живем в современном мире. У нас не город Каринт, у нас здесь Кент, Грейдер-Сиадл, Эрия. Но мы с вами находимся в церкви, святой, благословенной, прекрасной церкви Божьей. Бог наблюдает над каждым из нас. И я знаю, что Бог видит каждого из нас и знает твое и мое сердце. Потому что добрый пастор, он когда приходит, он называет по имени своих овец, по имени, и они знают его голос. Бог абсолютно до деталей знает каждого из нас по имени. Он знает все, что есть в моем сердце. Он знает тяжелые дни, хорошие дни, радостные, печальные. Он знает мою потокопроблему, которую, может быть, никто не знает, только я один знаю. И я каждый раз, возможно, встаю на колени перед Богом и говорю, Господи, у меня проблема. Я не могу об этом никому сказать, но ты знаешь мое сердце. Бог говорит, я знаю. Я знаю тебя по имени. Я называю тебя по имени. Пожалуйста, не останавливайся. Иди дальше, иди вперед. Сколько сегодня у нас, если посмотреть на верующих людей, у нас проблемы, переживания. Но Бог говорит, я вас не оставлю. Я вас поддержу. И апостол Павел, он смело заявляет в первой главе 22-23-24 стихи, говорит, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соболз, а для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Мы проповедуем Христа, Божью силу и Божью премудрость. Братья и сестры, я, конечно же, когда готовился, читал разные места и думал, говорите о том и другом, но сердце мое легло об этом рассуждении. Я бы хотел, чтобы каждый из вас, каждый из нас всех вместе взятых, чтобы мы пришли сейчас в нашей молитве к нашему пастору, пастору, посмотрели ему в глаза, а я верю, что он хочет сказать тебе и мне, я знаю тебя по имени, я знаю тебя, приди ко мне, принеси мне свое переживание, принеси мне свою проблему, я поддержу тебя, я помогу тебе. Но не только это, братья и сестры, Бог знает и наши промахи, наши ошибки. Друзья, мы не можем оставаться в этом, мы должны избавляться от наших согрешений, от наших пороков, которые, возможно, тянутся за нами каждый день, и мы ничего не делаем порой об этом. Каринская церковь, Бог говорит, это мои дети, я вас люблю, я вас знаю, но вы не можете оставаться в этом. Павел пишет рукою своей, если этого блудника, вы должны его наказать. Если у вас разделение между собой, оставьте это, Христос не разделился, идите до Христа, ищите мира, ищите взаимопонимание. Апостол Павел, он призывает их всех, он говорит, слушайте, в церкви ищите поддержки один для другого, не превозноситесь, любите, поддерживайте, он им пишет, умоляю вас, умоляю вас. И мы сегодня то же самое говорим, братья и сестры, умоляю вас, не оставайтесь в том, что, возможно, сегодня тревожит твою душу, избавляйтесь от даже самых мелких согрешений, от своих пороков, ищите у Бога силу, который готов это дать, ищите у креста Голгофы ту силу, которая способна нас изменить, сделать нас новыми, сделать нас сильными, сделать нас свободными, что мы сможем поднимать наши глаза к небу и спокойно смотреть вперед. У него есть это, есть, только у нас не хватает силы, не хватает веры, не хватает желания, ленимся, или, может быть, опустили свои руки, но Бог призывает нас, чтобы мы шли к Нему, исповедовались, каялись, освобождались. Братья и сестры, сегодня мы только говорим, но Бог знает наше сердце. Завтра придет день Божий, с чем мы предстанем пред Ним? Что я Ему скажу? Как я Ему отвечу на его простой вопрос? И Он скажет, что ты делал в своей потаенной комнате? Как ты говорил со своей женой? Или что ты делал со своими детьми? Куда ты вложил свои силы и свои старания? Куда смотрели твои глаза? И что я скажу перед Богом? Если сегодня мы будем оставаться в этом и лишь номинально называться христианами, оно не поможет тебе, оно не поможет никому. Мы предстанем пред Богом, но Бог спросит. И как важно, чтобы сегодня, пока мы на земле, пока мы ходим с Богом, Его благодать действует, Его Дух Святой рядом с нами, чтобы нам становиться прекраснее, сильнее, благословение. Апостол Павел в заключении этого послания, он им пишет, бодрствуйте, мужайтесь, будьте тверды, идите за Христом, я уже своими словами добавляю, не останавливайтесь на том, чего вы достигли при всех своих дарованиях, становитесь лучше, и пусть Бог благословит и нас с вами. Братья и сестры, чтобы мы шли к Нему, обращались в свое сердце к Нему, изменялись и преобразовывались в Его образ. Пусть Бог благословит, склонимся на колени. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok